В модном приговоре, я обожаю, я включаю, там сидит Александр Васильев. Единственное, меня коробит, когда он говорит, какой-нибудь женщина говорит, вы так безвкусно одеты, говорит Васильев, похожий на турецкий диван, понимаете? Причем это какой-то всероссийский заговор, все молча решили, что ему никто не скажет, что так одеваться нельзя, ну всем неудобно сказать, ну человек, историк моды, видно все, что было в истории, он надел на себя и сидит, вот, и всем неудобно сказать, а он вот это все, и главное уверенность, вы понимаете, главное, чтобы у человека, который ведет программу, была уверенность, если бы у Елены Малышевой не было уверенности, мы бы никогда не поверили, что такое вообще возможно, понимаете? Я тут включаю, у нее печень размером с человека бьет почки, размером с двух человек, понимаете? Страшное дело, я тут был на съемках у нее, значит, это вообще, я не знаю, покажут это или нет, мне было бы страшно такое показывать, значит, она, я включаю, она говорит, ну почему, Вагинушка, ты такая грустная? И стоит женщина, понимаете, одетая во что-то, только когда она к ней обратилась, я понял, что имелось в виду. Я вообще, вы знаете, вот я хочу понять, вот как она заказывает эти вот наряды. Вот, кстати, отелье, женщина платье шьет, она говорит, мне нужен костюм Вагины, вы не могли бы сшить вам. И-то смотрю, с кого мерки будем снимать, понимаете? Так почему ты такая грустная? А потому что король Лир редко приходит, вот он, выходит этот король, только из других трех боксов, выходит, понимаете? Тоже какой-то мужик, который за бутылку водки согласился на себя это все надеет. Как будто он не понимает, что он потом в метро поедет и с друзьями будет здороваться. Вы слишком редко встречаетесь, дорогие мои, станцуйте! Они начинают танцевать. Танцуйте чаще, тогда не будут страдать ваши дети надпочечники. В общем, это сумасшедший дом мне нужен. Сумасшедший дом. Пришел как-то в поликлинику, в обычную, я решил проверить зрение. Ну, у меня близорукость. Я думаю, ну что я каждый раз в платных клиниках за это плачу, мне же положено. Вот, пошел. Пошел, мне закапали атропин, медсестра закапала. И говорит, идите! А вы знаете, кто капал атропин? Можно, конечно, дойти. Идите к врачу! И я пошел по коридору к врачу. Наш вообще, у нас единственная страна, где чаще всего травматология на пятом этаже в поликлинике, понимаете? То есть ты, то есть ты сломаешь, что-то идешь по этой лестнице, идешь на пятый этаж, сидишь в очереди к этому хирургу, заходишь к этому хирургу, он смотрит, а, перелом! А то я не знал, что это перелом. На рентген! А рентген на первом. И ты на копчике спускаешь. Хорошо хоть морг в подвале, понимаете, рядами. Так вот, а, я пошел, у меня она закапывала, я пошел, значит, к врачу и перепутал, зашел к хирургу. Ну, я не понял, что я к хирургу. А я еще вижу, нет этой таблички ШБМНК. Ой, ёпра, СТ, вот это нечего читать. А он на меня даже не смотрит, галким, не галким, он что-то из-за этих своих каракулей выводит вот эти жуткие, понимаете, вот это вот, который только фармацевт в аптеке может понять, как они общаются, я не знаю, что это, почему вот это вот так выглядит. Я вам прописываю, и вот, что это, непонятно. Приходишь в аптеку, он говорит, а, понятно, как они это понимают. И вот он сидит, выводит, старается, чтобы никто не понял, выводит. Я говорю, доктор, у меня глаза болят. Это от ног. Я говорю, от каких ног? От ваших. Вы по земле ходите, земля на ноги давит, и у вас глаза болят. Я говорю, ну, хорошо. Вот. У меня, кстати, ты приходишь вот еще в больницу, они же стараются исключить болезнь, исключить. Все же обследовать надо, особенно если человек известный, состоятельный, ничего же нельзя пропустить, все надо исключить. У меня недавно беременность исключили. Нет, правда, так было и написано мелкими буквами. Я говорю, спрашиваю, а вы уверены? Они говорят, да, вот анализ. Я говорю, чего, крови. А так непонятно? Понятно. А зачем? Я говорю, чтобы исключить, понять, ну, кузы же уже появляется после 40, но вот, чтобы исключить. А все эти страшные термины, вот это УЗИ, КТ, МРТ. Это же страшно, тебе говорят, идите на УЗИ, сделайте КТ, МРТ. Сразу хочется принять ЛСД и включить ТНТ, честное слово. А вот это мне еще нравится. Знаете, я сдал общий анализ крови и сказали, картина до конца не ясна. Что это означает, понимаете? Ну, ничего, художники нашлись, сдал полный развернутый анализ. Грамм-твисты взяли крови, я ушел шатаясь, понимаете? Они вставляют вот эту фигню и начинают. Одна пробитка, вторая, третья. И думаю, боже мой, зачем он столько моей крови? И потом приходишь к врачу, он говорит, у вас низковатый показатель липидной свертываемости спирулиновых телец коллагеновой вязкости и смотрит на меня. Понимаю я, о чем идет речь или нет? Конечно, нет, это заклинание на латыни, понимаете? Как у людей больше денег выдурить? Я говорю, что это значит? У вас печеночка шалит. Вот это мне нравится. Печеночка шалит. То есть такая надела пеньюарчик такая и такая с сигареткой танцует. Печеночка шалит такая. Веселая печеночка. А болезни сейчас, названия-то какие? У меня было растяжение связки на ноге, доктор Волчанку предположил. До сериала Доктор Хаус про эту Волчанку вообще никто не знал. Все думали, что это жена Волка, Волчанка, понимаете? А мне еще, знаете, а пациенты сейчас же у нас впечатлительные, не меньше, чем доктора. Половина болячек у нас из-за рекламы, особенно у мнительных людей, они как что услышат, сразу у себя находят, понимаете? У нас рекламу уже озвучивают страшными голосами, музыку еще страшную подкладывают. У вас в студии пучит, давит, колит. Этот чувак договорить не успевает, человек уже убежал в больницу или в туалет. В зависимости от чего у него, что у него там, пучит? Или, например, мне нравится реклама для мужчин после 40. Вы стали ходить в туалет чаще? Ваша жена выглядит раздраженной. Конечно, ее раздражает, если ты постоянно туалет занимаешь. Чушь. Или вот это. Ваш малыш себя плохо чувствует. Нет, это уже не про мужчин после 40, это про детские болезни. Ваш малыш себя плохо чувствует. Дайте ему, дайте ему, дайте ему поболеть уже, понимаете? Раньше, слушайте, у нас раньше, господи, дали облепиховое варенье, положили тряпку с уксусом на лоб, и все, и малыш здоров. А сейчас они все начинают как-то залечивать. Пришел к врачу с обычным насморком, ушел с хроническим, понимаете? Я пришел с простым вопросом. А тебя все равно, знаете, гонят по всем врачам. Вот когда я стал проверять зрение, меня после этого, вот этот хирург, когда понял, что я не туда попал, он меня направил, знаете, я серьезно говорю, к проктологу он меня направил. Я говорю, вы серьезно? Я говорю, где логика? У меня сосуды на глазах полопались. Я-то думал о том, что я читал много, а они решили, что от запора, понимаете? То есть, потрясающе. Потом я пришел к другому специалисту и говорю, доктор, я плохо сплю, не высыпаюсь я ему. Он говорит, он так кивает. А скажите, сколько времени у вас длится фаза глубокого сна? Вот как он себе это представляет? Я что, в кровать с секундомером лягу, понимаете? Только задремал. Перед тем, как заснуть поглубже, нажимаю секундомер. А когда просыпаюсь, сразу выключаю я его. Я говорю, понятия не имею, он так спокойно. Ну, это нормально. А то я думал, что я один без секундомера сплю, понимаете? Вот. Он говорит, вы не волнуйтесь, вам надо успокоить нервишки. Вот вам легкая гомеопатия. Знаете, легкая гомеопатия, масло масляное. Это маленькие таблеточки. Принимайте 8 раз в день после еды. То есть, я должен жрать 8 раз в день, чтобы эти таблетки принимать. Посмотрите? И вот еще пищевые добавки. Я говорю, куда же еще добавлять, если я должен 8 раз поесть, и еще что-то добавить к этому. Вот. Потом он еще 2 часа рассказывал чудесный состав этих таблеток. Понимаете, этих добавок. Вот. А у меня есть еще, на замечательном случае, знакомый рассказывал. Значит, был врач, который за прием говорил всего 7 слов. Ага. Так-так. Ай-яй-яй. Плохо. Очень плохо. Жуть. И доигрался. Причем это как раз был проктолог. Ну, в общем. Слушайте, реально страшно становится к такому врачу. Ведь самое страшное, когда врач, знаете, еще очень долго смотрит в твои анализы и молчит. А потом еще делает так. Да. Он там пониженные эритроциты увидел, а ты уже завещание мысленное написал. Понимаете? А результат страшный, когда доктор, глядя на ваши анализы, говорит, вы это кому-то уже показывали? Или, а родственники с вами пришли? Или, а вы в этом году уже операцию делали? Все, тебя уже темно в глазах, ты падаешь в обморок, тебя госпитализируют, никто не может понять от чего. И только один врач, понимающий, кивает и говорит, это волчанка. Первые рейтинги футбольных передач взлетают до небеса. На речке не протолкнуться из-за удочек. Вечером все мужики планеты, радостные, которым раньше запрещали, наконец-то идут в стриптиз-клубы. Где в течение трех часов смотрят, как дураки друг на друга и на пустой шесть. Зато уровень ДТП упал. Теперь, если водитель включил левый поворотник, действительно, машина поворачивает налево. В Милане трендом сезона стали семейные трусы. Журнал «Плейбой» признан культурным наследием ЮНЕСКО. Стас Михайлов ушел в запой. День второй. Утро начинается со звонка от детей, которые не ночевали дома. Ведь вчера никто не забрал их из детского садика. Их забыли. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ситуация под контролем. Так мы все поняли. Операторы мобильной связи терпят убытки. Продолжительность разговора сократилась в 23 раза. Стас Михайлов постригся в монахи. День третий. Мужики хаотично бродят по супермаркетам и не знают, что им покупать. Ходить в магазин без списка оказалось очень сложно. Рэпер Тимати в клипах все так же сидит на дорогих машинах. Только теперь он гладит себя сам. День пятый. Решил постирать. Попробовал самостоятельно включить стиральную машину. Как же она работает? Ну это стиральная машина, что-то сложное. Сейчас разберусь. Так, сейчас. Это отделение. Так, это сюда, значит. Таблеточку. Нет, сюда порошочек. Сюда бельишко. Нет, сюда бельишко. Сюда порошок. Нет. День шестой. Сейчас я разберусь. Сейчас я разберусь. День седьмой. Ну уже почти разобрался. День восьмой. Ладно, потом как-нибудь разберусь. День десятый. В мире наступил кризис. Массово обесцениваются все мировые валюты. Мужики приносят зарплату домой. А что делать с ней дальше, не знают. День двадцать пятый. В Лувре статую Венеры Милоской спрятали в подвал от греха подальше. Красивые мужчины ходят и с опаской обглядываются. Особенно красивые стараются держаться спиной к стене. День тридцать пятый. Счет за электроэнергию вырос. Оказывается, свет в туалете выключался не сам. День пятидесятый. Вернулся друг из армии. Со словами в армии хотя бы кормят, вернулся обратно. День пятьдесят второй. Открылась фабрика по производству вторых носков. Потому что ни один мужик без своей жены не может найти свой второй носок. Стас Михайлов начал петь рок. День триста шестьдесят пятый. Прошел ровно год с тех пор, как не стало женщиной. Ровно год. Памятная дата. А никто не вспомнил. Потому что никто не спросил, а ты помнишь, какой сегодня день? И это страшно. Но самое страшное не это. Самое страшное, что вместе с женщинами пропало вдохновение. Не стало тех, ради кого стоит творить. Перестали писаться шедевры, картины, поэмы, песни Стаса Михайлова. Дорогие женщины, не исчезайте никогда. Иначе мир исчезнет вместе с вами. А мы, мужики, так и будем ходить в одном первом дырявом носке. Я всегда пою вживую. Почему я все время об этом говорю? Потому что никто не верит. Голос звучит божественно. Люди думают фанера. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok